Здравствуйте! Сегодня мы с вами будем общаться. Я буду отвечать на вопросы. Моя коллега Екатерина Вашкинская, студентка четвертого курса, тоже будет в этом участвовать. Добрый вечер всем! И мы обсуждаем образовательную программу бакалавриата экономика, факультет экономических наук. И давайте сделаем так, я начну с презентации. Вы увидите сейчас слайды, я буду их комментировать, а потом вы будете задавать вопросы. И если вы еще будете указывать в вопросах, откуда вы, где ваши города и другие населенные пункты, это будет тоже для нас очень ценно. Итак, это очень крупная образовательная программа. И так исторически сложилось, что хотя в 92 году не было программ, но был факультет экономики. И на факультете экономики, собственно говоря, эта программа и создавалась. А теперь на факультете экономических наук несколько программ, но программа экономика самая большая. Вот вы можете увидеть на этом слайде, что сейчас у нас учатся 1347 студентов. И на этом слайде тоже можете посмотреть такие особые черты нашей программы. Но я не могу сказать, чтобы это было как-то уникально, отличало нашу программу от других, то есть для многих программ тоже характерно. Но, тем не менее, некоторые вещи хочу отметить. Вот смотрите, Катя, студентка исследовательской группы, мы решили исследовательский поток, переименовать первый поток и сделать его более многочисленным. Мы сейчас на первом курсе, и мы набрали уже 4 группы. А когда Катя поступала на первый курс, нужно было сначала проучиться полгода, хорошо сдать экзамены, и потом уже можно было зачисляться на сельский поток. Значит, сельский поток, который сейчас называется первым потоком, он отличается такой повышенной фундаментальной подготовкой по микроэкономике, макроэкономике, эконометике. Кроме того, больше научных сельских семинаров, и мы полагаем, что в этот первый поток будут записываться студенты, которые хотели бы заниматься научной работой, ну и вообще выбирать такую сложную жизнь для себя. Что касается специализации, то специализация начинается реально на четвертом курсе. То есть происходит деление на научно-сельские семинары, студент выбирает тему выпускных квалификационных работ, и всего 8 научно-сельских семинаров, из которых 4 экономических и 4 финансовых. Катя, наверное, скажет, она на каком семинаре? Я на семинаре макроэкономическая политика, макроэкономика. То есть макроэкономика, да, макроэкономика. И ВКР пишется как раз по макроэкономике. По макроэкономике, да, это важно, потому что ваш научно-сельский семинар должен соответствовать теме вашей ВКР. То есть вы не можете быть зачисленными на низ макро, например, писать работу по финансам. То есть все сделано для того, чтобы вас готовили на низе, на научно-сельском семинаре, к вашей работе выпускной. Переходим к следующему слайду. Это слайд про поступление. Тут как раз проанализированы годы с 15 по 19. Ну и видно, что особенно отличался 18 год большим приемом. Голубая колонка показывает количество платных студентов. Оно достигло 184 студентов в 18-м году. И немножко снизилось в этом году. Что еще интересно, что у нас все время растет прием иностранных граждан. И начиная с прошлого года довольно активно иностранные граждане поступают на платные места. Я еще должен сказать, что те граждане иностранных государств, которые обучаются в наших школах, ну это может быть Москва и другие города, населенные пункты Российской Федерации, они имеют возможность поступления на особых условиях. То есть они проходят тестирование по математике, по русскому языку. То есть даже в том случае, если они закончили школу, и у них все результаты ЕГЭ, они могут поступать по-другому. Почему мы интересуемся, где наши слушатели, потому что если посмотреть на эту диаграмму, значит видно, что у нас учатся не только москвичи и люди из Подмосковья, но и со всех мест Российской Федерации, вот видно, что другие регионы Российской Федерации, как раз этот голубой конус, он довольно высокий в приеме этого года, 19-го года. Хотя, конечно, доля москвичей и жителей Подмосковья тоже достаточно высока. Итак, принципы программы. Это получение фундаментальных знаний, ориентированных на практическое применение, развитие критического экономического мышления, творческого подхода к решению стандартных задач и высокие стандарты экономической этики. То есть мы совершенно не приемлем список, не плагиат, но и другие нарушения этики. Формы обучения. Их много. И к этому слайду я хочу еще добавить, что на программе мы пропагандируем проектную работу. То есть в учебных планах студентов есть работа над проектом, она есть на первом, втором, третьем курсах, но если раньше эти проекты носили такой низкоформальный характер, ну, например, на первом курсе проект был в привязке к курсу финансового учета, то есть студенту первого курса предлагалось сделать в группах, конечно, проектной работы, то есть по четыре человека, наверное, у Кати тоже такая была работа, то есть это баланс предприятия. Да, 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 да. Это, конечно, да. Проанализируете компанию, советуете дальше развиваться. Отлично, да, нет, это полезная вещь, но сейчас у нас гораздо больше возможностей, то есть теперь проекты предлагают научные лаборатории, которые находятся в высшей школе экономики, научные и институты, и также есть внешние работодатели, которые тоже предлагают. Например, это вот компания «Большой четверки», аудиторские компании, которые представлены в Москве, значит, они тоже предлагают свои проекты. Или Центробанк России. Центробанк России совершенно точно, мне Катя подсказывает, Московская биржа тоже предлагает, и количество работодателей, которые будут предлагать свои проекты, будут все время расти. У нас так организовано, что на первом курсе практически все обязательные дисциплины, но есть некоторые вариации, например, курс экономической истории, по желанию, он читается двух форматов, он читается по-русски и по-английски, и тот курс, который читается по-английски, он выбирается студентами-иностранцами, которые приезжают по мобильности. У нас довольно большой, внушительный входящий поток студентов, которые не владеют русским языком, они приезжают в основном из Европы, но они слушают те дисциплины, которые читаются по-английски. Количество дисциплин все время растет. Так вот, экономическая история, она в плане российская экономика в контексте мировых цивилизаций, примерно так называется по-английски, она привлекает не только студентов-иностранцев, но и тех студентов первого курса, которые хорошо владеют английским языком. Но это такой отдельный случай, все остальные дисциплины обязательны. На втором и третьем курсах студент выбирает майнеры, но это не факультетские изобретения, собственно, на всех бухгалтерских программах Высшей школы экономики есть майнеры. Сама программа разработала майнер по прикладной экономике, который пользуется большим успехом среди студентов разных программ. Ну и большое количество курсов по выбору, это количество курсов все время растет. Студенты, которые на исследовательском потоке, они могут выбирать, например, курсы по выбору, которые предлагает совместный бакалавриат РЭШ-ВШВА, тоже есть такая возможность, я не знаю, Катерина воспользовалась. Я брала поведенческую экономику, да. То есть такой был курс. Ну и вообще, в принципе, там нет ограничений. Можно на большое количество курсов ходить, даже если вы их не включаете себе в дипломы, последующие, вы не получаете в них оценки, вы всегда можете ходить и слушать просто лекции, как с вольным слушателем собака. Да, никто не ограничивает, конечно. Может быть, вместимость аудитории. Если будет очень много студентов, конечно, то это как-то будет регулироваться. Это распределение студентов по курсам. Вот мы видим, в зеленом, поскольку прием был рекордный в прошлом году, значит, у нас на втором курсе учится 406 человек. Соответственно, желтый сектор – это первокурсники. Это тоже достаточно много, 383. Ну и вот четвертый курс. Катя, 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 это самая отчисленная, да. Но это не потому, что отчисляли. Значит, у нас на самом деле не так много отчисляют. Ну, просто прием того года был не такой большой, наверное. Ну, вот это повторение того, что было сказано, ну, может быть, это здесь более так расположено, логически стройно. Значит, мы видим, что на первом курсе мы изучаем математические дисциплины, дисциплины общего цикла. К ним относится экономическая история, психология, социология, философия. И начинается изучение микроэкономики 1. Кроме этого, первый и второй модуль – это знакомство с экономической наукой в виде научительского семинара «Экономическое мышление». Проект мы обсудили по финучету. Ну, и в июне есть экзамен по английскому языку. Второй курс – продолжение дисциплины профессионального цикла. Начинается второй курс изучения микроэкономики 2. Микро 2. Потом переходит в макроэкономику 1. Начинаются майнеры. Майнеры идут на втором курсе, на третьем курсе. Всего в майнер входит 4 дисциплины. Выполнение проекта на втором курсе. Ну, вот если раньше… Ну, собственно, всегда можно было разнообразить проекты, потому что в Школе экономики существует ярмарка проектов. Но не так много студентов, честно говоря, к этому прибегало. То есть они делают эти проекты, которые им предлагали преподаватели конкретно дисциплин. На втором курсе – это теория вероятности и статистика. На третьем курсе – это эконометрика. Но сейчас возможностей стало гораздо больше. Ну и работа над курсовой на втором курсе, так и на третьем курсе. Научно-сельский семинар. Он идет у первого потока буквально с сентября. У остальных студентов во втором полугодии с третьего модуля. И снова дизайн по английскому языку, который напоминает IELTS по своей структуре. Третий курс – продолжение изучения дисциплин профессионального цикла. Прежде всего, об эконометрике. Кроме этого, преподаватель макроэкономики завершается. Макроэкономики. Макроэкономики завершается. Макроэкономики, который правильно дополняет. Курс российской экономики. История экономических учений. В весенних модулях. Тоже работают над проектом. Курсовая. Ну и практику по прикладным экономическим исследованиям. Отработка экономических методов исследований. И, наконец, завершая счет и курс. Там проходит, как Катя рассказывала, научно-сельский семинар. Согласно выбранной специализации, которая выбирается в конце третьего курса. Инструментальные дисциплины. Это дисциплины, такие как теории игр, временные ряды. Динамическая оптимизация. Криптоветрика. Да. Ну, в общем, здесь можно много назвать. И мы все время линия пути курсов все время дополняем. Ну, например, машинное обучение. То есть преподаватели, наши коллеги. Мы находимся на одной площадке. Покровский бульвар, дом 11. Большой комплекс. Где не только факультет экономических наук, но и факультет компьютерных наук. И преподаватели факультета компьютерных наук читают машинное обучение. Да, я тут еще не сказал, что начиная вот с этого текущего учебного года, на втором курсе, появилась обязательная дисциплина наука о данных. Которая в основном основывается на изучении языка программирования Python, которую обязаны все изучить и владеть хорошо. Ну, и какие-то смежные вопросы, тоже связанные с программированием изучаются. Там библиотеки питомовские, например. Так что, если раньше язык программирования был курсом по выбору, он тоже был, в общем, Python. Другой курс VBA, тоже можно было изучать второй язык программирования. Но сейчас язык программирования Python становится обязательным для всех студентов. Ну, кроме этого, еще какая инструментальная дисциплина у нас на втором курсе. Это инструментальный метод цифровой экономики. Тоже введен совсем недавно. Ну, если продолжать, что происходит на четном курсе, это большое количество курсов по выбору. Тут написано 5-7. Реально студенты берут 7 дисциплин. Некоторые студенты выбирают даже дисциплины факультет компьютерных наук. Придипломная практика длится в апреле 4 недели. И, предваряя защиту ВКР, которая происходит в конце мая, происходит защита концепции ВКР в английском языке в марте. Ну, и сама защита ВКР, которая происходит в конце мая, в первых числах и июня. То, что предстоит Кате совсем скоро. И Катя вздохнула. Смотреться. Ну, так хорошо учиться. Лучше учиться, чем работать, наверное, нет? Это истанические годы, да? То есть хочется продлить. Но это можно сделать в аспирантуре. Или в аспирантуре. Или в аспирантуре. Но, правда, сейчас после бакалавриата в аспирантуре невозможно поступить. Это было когда-то возможно. Сейчас нужно обязательно проучиться в аспирантуре. Если не рассматривать аспирантуру какую-то зарубежную, там можно поступать после бакалавриата. Так, это те дисциплины, которые изучаются. С первого, по-моему, до третьего курса. И указано количество часов. То есть мы видим, что количество часов, отводимых на математику, очень большое. И было принято решение, что начиная с учебного года 2020-2021, на первом курсе появится даже курс по выбору. Курс по выбору математический. То есть для тех, кто хотел бы еще больше изучить математику. Видно, что микроэкономика изучается год. Много часов. Макроэкономика тоже было. Тоже много часов. Здесь наука данных представлена. Тоже очень большой кредит часов. Я уже сказал про российскую экономику. Эконометрику, экономические учения. То, что вы можете посмотреть, что количество часов очень большое. Ну, тоже, это слайд немножко дублирует. То, что было сказано раньше. Мы видим, что у нас есть безопасность деятельности, экономическая история, психология, философия, социология. Майнеры на втором и третьем курсе. Ну, тут еще опции для тех, кто хотел бы заниматься спортом. Хотя, честно говоря, что у них настолько занято, что у них время совершенно не остается. Насколько я понимаю. Да нет, всегда можно успеть. Всегда можно успеть. Отлично. Ну, вот тоже немножко повторяется слайд. Какие компетенции вы приобретаете? Есть такое понятие, что выпускник бакалавриата должен продемонстрировать те компетенции, которые ее учат. Есть даже специальные какие-то таблицы, в которых указаны, какие дисциплины, какие компетенции развивают. Ну, я должен сказать, что есть такие компетенции, которые в ходе всех четырех обучений развиваются. Вот то, что называется по-английски soft skills. Это очень ценится. Может быть, даже раньше как-то этому не верялось внимания, но те студенты, которые уезжают по академическим мобилизм за границу, а некоторые поступают в зарубежную администратуру, они как раз говорят, что иностранные студенты очень хорошо делают презентации, аргументируют, в общем, пишут хорошо тексты. И, кстати говоря, в учебные планы будущего учебного года будут включаться обязательные предметы, как, например, деловые коммуникации. Или вот у нас есть курс по выбору на учебном курсе, академическое письмо на английском языке, он так и называется, academic writing. Но странным образом у нас не было дисциплины академического письма на русском языке, так теперь этот тоже курс будет введен с будущего учебного года. Ну, это вот кадровый состав, как вы видите. То есть обратите внимание на голубой сектор. Это преподаватель со степенью доктор философии, так скажем, PhD. Это те преподаватели, которые были наняты на рынке труда, международном рынке труда, не просто рынке труда, международном рынке труда. То есть это люди, которые защитили свою степень докторскую зарубежных университетов. Как правило, это либо ведущие университеты Европы, либо Соединенные Штаты Америки. Они принимаются к нам на работу, занимаются научной работой, и публикуются в ведущих журналах экономических, мировых. Ну и кроме этого, они, естественно, являются преподавателями курсов разных, как общих, как микро-макро, так и курсов по выбору, которые обычно связаны с их узкой экономической степилизацией. Они являются руководителями курсовых работ и руководителями профессиональных работ. Я понимаю, что, Катя, как раз тот самый случай. Ну да, у меня научный руководитель из VHD в Америке, но так у меня были курсы, вот, и будут курсы еще вот в втором семестре, четвертый курс, а вот VHD преподаватели. Ну вообще, в принципе, у нас много таких. Возможность поехать за границу на семестр. Вот сейчас со мной списывалась девушка, которая уже за границей, в Голландии, в очень хорошем университете, в Гронинген. И присылала, ну что, для моего одобрения, список дисциплин, которые она будет изучать дальше. И смотрю, нет, она уже в почерпнике Гронинген. Не остаться на весну, а уехать в Нондон или университет в Лондон. Так что, вот, и такие случаи тоже бывают. Хотя, как правило, люди едут на полгода. Вот, я, как руководитель программы, максимально содействую. Ну, то есть, мы же не можем, конечно, добиваться того, что студенты делают в университет, и там ровно такие же курсы слушают, которые мы тут послушали у нас. И, собственно, даже это неинтересно. Как раз интересно прослушать другие курсы. Ну, и всегда какой-то находим компромисс. Вот, так часто бывает, что, например, человек едет в университет, где в бакалавриате в этом семестре нет эконометрики, но есть эконометрика магистрского уровня. То есть, нет, разрешается прослушать такой курс. То есть, обычно все хорошо происходит, хотя зарубежные профессора некоторые сомнения вызывают. Ну, как-то, какой-то такой курс сложный, магистрский. Но, тем не менее, они обычно справляются успешно. Тут список университетов. Кстати говоря, вот, я вижу, говорим, именно здесь. Но он гораздо больше, он обширный. Но у многих университетов нет. То есть, есть университеты в Нидерландах, гораздо больше университетов в Канаде. Это есть, по-моему, King's College, мне кажется, называется. Ну, и вообще, мне кажется, тут может быть только указаны партнеры экономического. А, скорее всего, да. А есть партнеры высшего экономики. То есть, их очень много. Больше 25-30. Да, да, огромное количество. Ну, вот сколько людей ездят. Тут, правда, в процентах. А, ну, есть абсолютное значение. Есть 25-24. Ну, порядка такого. Вот, за разные годы обучения. В основном выезжают на третьем курсе и первая половина четвертого курса. Вот, потому что вторая половина четвертого курса, она двоится под написание ВКР. И, конечно, очень сложно это сделать, будучи за границей. Нужно, конечно, здесь, потому что руководители из цепута экономических наук. На втором курсе начинают ездить. На первом курсе очень сложно, потому что, ну, большой объем математической дисциплины. То есть, ни в одном университете, в нашем партнере, нет такого количества дисциплин. То есть, у вас будет некая проблема возникает, вам там придется на втором курсе догонять, например. Слушайте меня с первокурсниками, мне ясно, что это не очень хочется делать. Ну, вот здесь, как мы поощряем в финансовом плане, повышенные стипендии, номинации «Северный птенец», скоро мы узнаем. Катя у нас номинированная на «Северном птенце». Да. Потом нужно подождать второй плане декабря, когда это все объявляют. Так что немножко осталось ждать. Дождем. Я надеюсь, что у Кати все получится. Я даже абсолютно уверен, что так будет. Это тоже не все те стипендии, которые можно получить. Да, некоторые студенты, которые показывают такие результаты, великолепные в учебе, они получают западные стипендии на учебу, например, в Голландии. Ну, я имею в виду Алину Шестяеву, который как раз ездил в Голландии. Да, по разуму. По разуму. Да, по разуму. Ну, и другие стипендии. Ну, их трудно, честно говоря, получить. Там есть конкурсный отбор. То есть очень много студентов нам их подают. Некоторые из них, они такие, как вот школьные. Только их можно в школьных получить, либо не получить. Вот первые три. Либо их там получаете по итогам вашего образования в школе. То есть там либо у вас медаль должна быть золотая, либо все российские олимпиады. Очень много условий должно собереться, конечно. Но если заранее, мне кажется, это анализируем, то можно все взять. Можно заниматься, помимо учебы, много чем. Устроиться на работу. Научная лаборатория. Проект. Ну, написано явно к проекту. Сейчас гораздо больше. То есть это слайд. Эта часть слайд немножко постарела. Вот. Участвовать в зимних летних школах. Ну, либо внутри России, либо за рубежом. То есть на самом деле мы оплачиваем поездки за границу на летние школы. Да. Вот мне этим летом я выиграла стипендию, которая покрывала две трети оплаты летней школы. Я подала комиссию вышки, которая поддерживает мобильность академическую. И они мне платили вот одну треть, которая осталась. И вообще это такая распространенная практика. Да. Можно быть учебным ассистентом. Да. Катя работает учебным ассистентом. По макроэкономике. По макроэкономике точно. Ну, вот эта вот заявка на Trello Grant это означает, что вас приглашают с научным докладом за границу. В таких случаях, чтобы студент, как говорят, поехал на конференцию, они довольно редки, честно говоря, могу сказать. Опция такая есть, но важно, чтобы пригласили. Можно сказать, как лучше был какой-то задел научный. Ну, мне, кстати, оплатили, которые меня приглашали. Ну, очень хорошо. Сами еще оплачивают некоторые. Так что это очень хороший трек академический. Вот если вы что-нибудь такое интересное пишете, то потом вас везде зовут рассказать, что вы пишете. Хорошая мотивация, мне кажется, академическую коллегию строится. Да, отлично. Ну, можно в отечество в совет. Вот. Ну, единственное, что вот эта вот работа в соцсовете так затягивает иногда, что люди, ну, просто конкретный пример не буду называть, что человек начинает плохо учиться. Да. Ну, и раз в соединительной организации, которая довольно много. Библиотека. Мы сейчас на Покровке 11. Большая, удобная. С большим количеством читальных залов. Вот. Досы по тиратуре. Книжка «Свет на полках» может дойти и взять. Три этажа тишины. Три этажа тишины, точно. Да. Кстати, она работает круглые сутки. Слушайте, это же вы. И по воскресеньям тоже. Так что все условия, собственно говоря, для занятий. Вот. Ну, ЛМС я пока опускаю. Это такая программа, которая позволяет, в общем, им как-то облегчить труд и студента, преподавателя, ну, и студент. Ну, и вообще, она вместо за счетной книжки. Да, вместо за счетной книжки, да, точно. Вот. Ну, и когда идет запись на курсы по выбору, как раз вот дело через ВНС. Ну, и много чего другое получается. Ну, военные кафедры, естественно, есть. Вот. Вот, ну, это отдельный вопрос. Там есть некий отбор. То есть мало вашего желания, значит, проходить военная подготовка на военной кафедре, может, у вас еще отобрали. То есть там успеваемость и не ваши физические возможности. Вот. Насколько вы человек такой физически подходящий. Ну, что вы можете делать, обладая, ну, диплом в коллабре экономики, в школе экономики. Может пойти сразу на работу, конечно. Вот. Может организовать свое дело и сделать бизнес-карьеру. А такие случаи известны, успешны. Вот. Но очень многие выбирают трек учебы дальнейшей. Это магистратура. И, я не знаю, Екатерина думала поступать на ВНС-программу зарубежную, сразу после буквы говорят. Наверное, вы думали. Я планирую. Сейчас у вас в полном... Да, идет подача. Идет подача. Вот, пожалуйста, вот пример. Да. Подача в разные университеты, в самом американский номер. Но эта процедура занимает некоторое время, и ответ из университета приходит не сразу. Да, приходит где-то весной. В начале весны. Подача в декабре будет заканчиваться. Но для этого нужно много времени потратить на сбор документов, подготовку, сдачу экзаменов, которые нужны для поступления. А вы какие задавали? GRE? GRE и TOEFL. Ну, у вас и так хороший английский. Ну, нам-то подтвердить. Ну, да, конечно, это же, в общем... Если у вас хороший английский, это не проблема, тем более. В общем, если думаете о PHD, нужно готовиться заранее. И заранее планируется. Да, много заранее. Да, много заранее. То есть, сначала с третьего курса. Да, наверное, с третьего курса минимум. Вот кого мы видим? Ну, есть профессионалы университетов. Некоторых, мы видим, они приезжают, читают публичные лекции здесь, в Школе экономики. Наши выпускники работают в Центробанке, например. В Минэкономразвитии. В Минэкономразвитии, да. Ну, министр-выпускник в Школе экономики, тоже в Куретоэкономике Максим Орешкин. В Международный холдинг есть такой выпускник, который, ну, он не просто консультант, он организатор холдинга, причем зарубежного. Здесь выпускники, вот, кто закончил в 2018 году, куда поступили. Ну, я не знаю, может быть, дальше слайд, который показывает, что все-таки те, кто выбирает магистратуру, поступают в Высшую Школу экономики все же. Ну, хотя есть некие отклонения, например, ну, понятно, что люди поступают в РЭШ. Ну, а все остальные магистратуры, ну, там какие-то проценты небольшие с ранее. Ну, и список тех зарубежных университетов, куда наши выпускники-бакалавиат поступают в магистратуру. Вот это трудоустройство, тоже 2018 год. У нас мы видим, что компании такие международные, вот, банки крупные, вот, касательные компании тоже очень крупные. Так что, по-моему, все очень серьезно. А вот есть некая статистика, пока по 2018 году, значит, 2019 год, так сейчас пока подводятся итоги. Весь 17 человек, у нас, наверное, закончила. Ну, правда, не все ответили на наши анкеты. Но мы видим, что 38% поступило в инвеструтуру Школы экономики. Разные другие инвеструты, инвеструтура российские, строительства немного, за рубежом. Ну, поступило 11 человек. Но я думаю, вот в этом году 19-го больше точно. Вот. Работают те, кто сразу стали работать и не пошли учиться дальше. Ну, достаточно много, тут 27%. О поступлении. Ну, это отдельный большой рассказ. Я предлагаю абитуриентам 20-го года все-таки зайти на сайт приемной комиссии, потому что там очень много информации. Вот. Ну, там, например, перечень олимпиад, в результате которых вы можете поступить. При этом, либо это поступление без ступеньких экзаменов, так и называется, до ВИИ. Либо за некоторые дисциплины вам начисляют дополнительные баллы, вы получаете 100 баллов за дисциплину, либо вы получаете просто дополнительные баллы за индивидуальные достижения. Там все это расписано очень подробно, вот, и поэтому человек как бы не хотелось для этого останавливаться, потому что, ну, память удержать всю эту информацию невозможно, надо просто смотреть материалы, документацию. И очень много деталей вообще. Очень много деталей, да. Но что вот в этом наступающем году, в 20-м, ну, смотрите, повышенные минимальные баллы. Если раньше у нас, вот в 19-м году, минимальные баллы по математике, по ЕГЭ, были 65, вот, остальные были 60, а теперь повышенные баллы и по иностранным бизнесам. И по-честному языку, и по-честному знанию, 65. То есть у нас происходит как бы такое усиление требований к абитуриентам. Но я должен сказать, что в основном к нам поступают выпускники школы, у которых количество баллов еще до индивидуальных достижений довольно большое. То есть очень редко, когда это меньше 300 баллов. То есть если вы сложите всю эту сумму, вы получите меньше 300. На самом деле, реально все, все больше 300. Значит, проходной, с индивидуальными достижениями, был 375 баллов, поведение большое. Вот, меньше 375 люди принимались на платные места, но предлагались большие скидки. То есть тех, у кого свыше 300 сантиметров, ну, собственно, где-то не должно быть написано, по-моему, это и одна память называют. Вот, 540 и выше, скидка 70%. Вот, так же есть скидка 50%, 25%. Наверное, здесь будет слайд, где это будет все. Ну, вот, правда, все это есть, смотрите, это как разданные 19-го года. Вот. На 20-й год таких данных еще нет, вот, они будут чуть позже. Вот, но они будут мало отличаться, те, которые приведены здесь. Вот, здесь очень важный слайд для иностранных граждан. Вот, они, конечно, могут поступать на общих основаниях, но есть еще отдельные конкурсы, о которых я немножко сказал. Они проходят тестирование. Даже если они закончили школу в Российской Федерации, даже сдавали ЕГЭ, тем не менее, такая опция существует. И довольно много иностранных граждан, которые зачитаются как раз... То есть в основном они зачитаются по тестированию. В основном. Ну, и другие есть возможности, например, международные ребята, молодежи, которые проходят уже несколько лет, она как раз сейчас идет. И мы приглашаем победителей, естественно, зачисляем их на, так называемые, кодные места. То есть это на бюджетах, это практически бюджетные места. Ну, а также к нам поступают иностранные граждане на оплатные места. И таких людей становится все больше. Ну вот, мы закончили эту презентацию, теперь ждем ваших вопросов. Там вот уже один вопрос поступил в самом начале. Про то, что есть ли возможность студента перейти на другое, наверное, направление после поступления. Так, Азерет, вот, значит, что имелось в виду? После поступления есть ли возможность студента перейти в другое учение? Ну, это имеется в виду на другое программы. Но я вам скажу так, переходы вполне возможны. То есть, редко так бывает, чтобы студент покидал нашу программу. Склянись по своей воле. Ну да, да, но такое бывает, конечно. Человек может быть отчислен за неуспеваемость. Конечно, такое происходит. Но наоборот, многие студенты стремятся к нам попасть в других программ. Буквально сегодня ко мне приходил студент в факультете математики, первокурсник, который интересовался, нет ли возможности ему перейти на программу на платное место. А на первом курсе у нас нет сейчас свободных бесплатных мест, естественно, потому что был прием летний. Вот. И мы с ним поговорили, оценили возможности его. В принципе, он получился меньше, чем полгода на третьей математике. И я думаю, что вопрос будет решен положительным. Так же к нам переходит и из других вузов. Там сложнее, потому что есть разница в учебных планах, это я уже сказал. Мы отличились от фундаментальной подготовки. То есть у нас много математических сцеплин, микроэкономика и макроэкономика в очень больших объемах. То есть нет ни одного вуза, где был бы столько микро и макро. Поэтому, как правило, когда студенты к нам приходят, а приходят, они подают заявление о возможности перевода в нашу программу. Это самый конец августа, и мы с ним встречаемся в начале учебного года, первой недели сентября. Ну, возможно, заочное рассмотрение заявления. Ну, как правило, студенты, которые в Москве к нам приезжают. И часто мы предлагаем поступить с понижением на год, с тем, что можно было бы удогнать программу. Так, я вижу, что довольно много вопросов. У нас там есть благодарность. Хорошо, благодарность, спасибо. Спасибо вам. Сколько попыток сдачи вступительных испытаний. Если вы знаете комиссию в городе Алматы. Вы знаете, вы знаете комиссию... Ну, просто сейчас рано об этом говорить. Я думаю, что будет. Я не могу точно сказать с определенностью, но знаю по опыту прошлых лет, что такие выездные комиссии бывают. Поэтому, скорее всего, это будет, но это будет весной уже. Сколько попыток сдачи вступительных испытаний. Значит, ну, поскольку вы из Казахстана, значит, вы имеете в виду, наверное... Ну, проходит тестирование, его надо пройти успешно. Вот так вот. То есть, одна попытка? Одна попытка, да. Можно ли, пожалуйста, подробнее? Да, ну, это такой довольно большой рассказ получится в процессе обучения. Я думаю, это, наверное, ко мне вопрос. Да, вот, может быть, Катя скажет. Ну, смотрите, Дарья, я думаю, что вам интересно в процессе обучения, как сложно ли учиться, много ли интересных курсов, насколько сложно их сдавать, вообще какие здесь учатся люди. Это, я думаю, я могу уже сказать, потому что, да, уже почти четвертый год учусь. В общем, учиться, конечно, очень сложно, ну, и, как бы, я думаю, в принципе, это ожидаемо. Но в то же время, когда вы поступаете в вышку, вы становитесь частью такого комьюнити очень мотивированных и очень умных людей, и которые вас каждый день, не знаю, толкают на новые совершения. Поэтому, конечно, учиться сложно, но если у вас есть какая-то цель, если вы не просто так поступаете, не знаю, в высшую, получить высшее образование, у вас есть цель вступить, например, в вышку, учиться на какой-то программе, учиться на нашей программе, я думаю, что вместе с сложностью, конечно, с сложностью придет большой интерес, и все будет в этом смысле хорошо, если прикладывать достаточно старание. Преподаватели разные. Как мы уже говорили, состав довольно диверсифицированный. Есть и профессора, которые приехали из Америки, которые вообще не говорят по-русски. Есть профессора, которые заканчивали, например, вышку и остаются преподавать дальше. Есть те, кто приходит из других университетов, из других, например, даже городов России приезжают и остаются в вышке после, например, аспирантуры. Поэтому это очень такой сложный вопрос. Но, в принципе, все очень хорошие, и всегда можно, не знаю, подойти, спросить, объяснить, с этим нет никаких проблем. Поэтому я думаю, что, в общем, сложно, но интересно. Поэтому, если вы думаете, если вы трезво оцениваете свои силы и возможности, то, конечно, поступайте, оцените сами процесс обучения и все такое. Спасибо, Катя. Вот я хочу ответить на вопрос с Татьяной Хариной. Да, 17 ноября, совсем скоро, это воскресенье ближайшее, у нас будет открытых дверей. Какая программа запланирована? Значит, смотрите, вы будете встречаться с руководителями всех трех образовательных программ КПН. То есть я, естественно, буду. Будут мои коллеги экономика и статистика, Вячеслав Павлович Сиротин руководитель, Атон Дмитриевич Суворов руководитель совместного докалавриата Российской экономической школы и школы экономики. Ну и вести будет декан КПН, профессор Пекарский Сергей Эдмундович. Кроме того, всегда на такие встречи приходит представитель приемной комиссии. И поэтому достаточно ценно вы можете задать вопрос представителю приемной комиссии, и вы получите наиболее полный ответ на ваш вопрос по вопросам приема, как поступить. Так что я очень вас приглашаю. А это будет действительно очень полезно. Так, Артур Колсов. Внутренний грант в УЗИ. Нет, мы сейчас пока обсуждаем поступление, наверное. Может быть, имеется в виду, как грант на оплату обучения? Оплата обучения. Нет, вы знаете, смотрите, значит, все-таки, наверное, нужно зайти на сайт приемной комиссии. Там есть отдельный раздел «Поступление иностранных граждан». Значит, мы на самом деле учитываем победителей призеров республиканских олимпиад, в частности, Казахстан. То есть мы это учитываем, и зачисление может произведено, но там все детали расписаны. Ну, я думаю, что если вы призовое место, то, скорее всего, вы будете приняты, конечно, на... Мы сейчас обсуждаем приемно-бюджетное место. Но лучше, конечно, обратиться к сайту приемной комиссии, потому что там все это расписано в общем-то хорошо. Так, ждем следующий вопрос. Так, Григорий, хороший вопрос. Значит, мы принимаем по четырем дисциплинам по ЕГЭ. Ну, что-то можно сказать. Мы не можем засчитать физику. У нас здесь нет общественного знания. В общем, в этом смысле сложное положение. Но если вы поступаете именно на экономический факультет, то вам нужно общественное знание. Если вы рассматриваете, например, в школе экономики есть факультет физики... Ну, конечно, конечно. Если вы поступаете... Да, ну, просто сейчас подела презентация программы экономика. К сожалению, мы не можем зачесть физику, зачесть знания. Так и получается, конечно. Немножко разучаемся. Дарья Никитина. Хороший вопрос задает про программу академической мобильности. Ну, я должен сказать следующее, что как-то так получается, что на академической мобильности подают студенты, которые успевают. То есть я не хочу сказать, что там исключительно отличники, но это люди, которые не имеют академической задолженности. Я думаю, что, наверное, человек, у которого академическая задолженность, да, он должен привязать предмет, значит, он, наверное, все-таки будет концентрироваться на этом. То есть это гасить задолженность и потом поехать за границу. Ну, и сам по себе есть конкурс в программах академической мобильности, он в основном ориентируется на ваш средний балл, как кумулятивный средний балл на момент подачи на программу. Поэтому, как бы, если вы планируете поехать в хороший, ну, там, один из лучших университетов-партнеров, то, конечно, вам нужно иметь высокий средний балл. Возможно, даже в некоторых случаях нужно брать рекомендации, если я не ошибаюсь, от ваших профессоров, чтобы они вас порекомендовали на эту программу, в этот университет. Но, как бы, это, опять-таки, зависит от университета-партнера, потому что, ну, есть очень сильные, которые запрашивают очень высокий средний балл. Есть, как бы, немного ниже в рейтингах, которые принимают с более низким средним баллом. Но, да, правильно, мне кажется, Григорий Александрович заметил, что нужно понимать, что это, как бы, полгода жизни, в которой вы находитесь не здесь, вам, возможно, потом придется что-то нагонять, потому что у некоторых курсов можно не быть в университете, куда вы едете. Российская экономика. Да, Российская экономика. Поэтому нужно понимать, что, как бы, нужно успевать по всем предметам. Да, я должен сказать, что, правильно Катя сказала, если вы хотите поехать в очень хороший университет, там конкурсная система отбора, и при этом приходится соревноваться со студентами других программ, на самом деле. И поэтому туда попадает очень сильный студент на учебу. Но у нас есть вузы-партнеры чисто факультетские, и там такого конкурса нет, и поэтому... Там конкурс между вот такими студентами. Да, да. И получается так, что, например, если какие-то университеты, куда не так много желающих, теоретически туда может поехать человек, у которого не только хорошие, отличные оценки, не удовлетворительные. Такие случаи бывали. То есть, точнее, на самом деле формального запрета нет. Нет. Там у нас как-то очень много вопросов вдруг пришло. Ну, сейчас проверяем. У нас нет, которые один мы не увидели. Пусть. Они еще очень много. Да, да, да. Так, поступаешь в платное обучение. Ну, а как же без общежития? Это довольно странный вопрос. Они же вообще-то представляют. Добрый вечер. Какова средняя зарплата выпускников тех компаний, которые вы назвали? У нас была статистика такая, она не приведена на слайдах, что если студент поступает сразу после бакалавриата, то стартовая зарплата примерно 60 тысяч рублей в месяц. Примерно такая. Значит, если вы еще закончите магистратуру, она, соответственно, возрастает. Ну, примерно такие зарплаты. Стартовая зарплата. Значит, понятно, если вы поступаете в те компании, которые указаны, там, естественно, квалификация ваша растет, у вас стаж возникает, и, естественно, эта зарплата будет получаться, конечно. Ну, мне, конечно, важно отметить, что очень многие ребята начинают работать с третьего, с четвертого курса, и поэтому стартовая позиция у вас кончается, когда кончается, например, бакалавриат, и когда вы выходите уже на полное время работы, у вас уже не стартовая позиция, не знаю, там, плюс один или плюс две, и поэтому вот цифры в 60 тысяч, не знаю, у моих знакомых, которые, да, работают в два, наверное, выше, поэтому это все зависит, наверное, от компании, от сферы, но и от того, когда вы начали. Да, нет, 60 тысяч – это средняя, и там разные компании. Ну, да. То есть те, которые были указаны в слайде, там ясно больше. Ну, то есть я сам знаю выпускников, бакалавриат, у которых 100 тысяч и выше. Даже еще не выпускников. Да, и даже не выпускников. Ну, с работы есть такая картина. Я вот как экономический руководитель программы не очень приветствую, если студенты начинают рано работать, выходят на рынок труда, как мы говорим, потому что, конечно, это сказывается на учебе, очень заметно. Это правда. Это правда. Катя вздохнул. Нет, ну, просто много у меня есть друзей, которые начали работать. Даже, ну, практически целый полный рабочий день, и сложно, сложно совмещать. Совмещающе сложно. Очень сложно. Так, при поступлении, если будет одинаковый балл, и то средний балл, и то средний балл, и то есть, то нет, такого нет. Средний балл, и то есть, так не учитывается. Так, учиться сложно. Учиться сложно, как я сказала, но у вас вполне возможно. Посмотрите на Катю. Я учусь. Все хорошо. Но у вас от 10 отчислений с первого курса? Не очень много. У нас нет, наверное. Да, но меньше 60%. Я вам сейчас скажу, значит, что получается. Если студент получает три иммунитварительные оценки в сессию, то он отчисляется. Но таких людей, сменительно, немного. То есть, есть задолженность по одному предмету, по одному предмету. Вот. И, ну, надо просто оформить индивидуальный учебный план, и повторно пройти обучение по данной дисциплине. Конечно, если человек, принятый на бюджетное место, попадает в такую историю, то он переходит на платную форму обучения, что не очень здорово. Очень здорово, конечно, понимаете. Но реально отчисление, но меньше 60%. Вы знаете, вот это вот Артур спрашивает. Это довольно сложный вопрос, честно говоря, для ответа. То есть, вы хотели бы... Вы знаете, я просто не могу обещать, вопрос очень разумный, на самом деле, потому что это опция, если вы иностранный гражданин, пройти на... да, черезступительные испытания в иностранных абитуриентах. Вы знаете, я не могу точно ответить на вопрос. Значит, мне кажется, вопрос довольно логичный. Мне кажется, важно по датам просто ориентироваться, насколько, когда идет соревнование для иностранных тестирований. С датами все хорошо, потому что это тестирование проходит, там такой большой временной интервал, выделяется, что всегда можно успеть. То есть, это максимально комфортно для иностранных граждан, чтобы они сдали это тестирование. Тяжело вообще трудоустроиться, это Катя, это я сейчас точно. Ну, смотрите, это, конечно, нельзя, наверное, ответить за всех в среднем и как бы по моей выборке моих знакомых и по моей собственной выборке. Если вы вообще как бы человек целеустремленный, понимаете, что вы хотите, а не просто, например, посылайте резюме в первую попавшуюся компанию, если вы там мотивировали как-то свой выбор, то трудоустроиться несложно. Просто проблема в том, что я еще, конечно, не завершила обучение, не могу ответить за этот период, но пока вы учитесь, есть большое количество стажировок, которые компании предлагают, чтобы не работать как бы полный день, то есть там, я не знаю, 20 часов в неделю, например, в принципе, не очень много, и вы можете попробовать разные отрасли, в принципе, без вреда большого для учебы и для вашей какой-то академической деятельности поработать и попробовать. После завершения обучения у нас, по-моему, была статистика на слайде, что только 6% людей не трудоустраиваются, и то будет непонятно, таким причинам, но 94%, если вы полистаете презентацию, трудоустраиваются, поэтому, думаю, проблем не должно быть. А вот вопрос про стипендии. Как у вас стипендия? Ну, у меня самая обычная стипендия базовая это 1707 рублей, но у меня еще есть стипендия правительства Москвы, которая, по-моему, 6,5 тысяч в месяц, но ее, как я говорила, получают те, у кого, например, особые услуги в школе были, потому что я заканчивала школу в Москве, мне эта стипендия могла быть присуждена, это тоже для всех есть, грант президента, он 20 тысяч рублей в месяц, это тоже отдельная процедура, поэтому есть стипендии сторонних организаций, банков, Альфа Шанс, есть стипендия фонда Потанина, то есть, как бы, если вы нацелены, ну, и у вышки у самой есть повышенная стипендия за учебу, за спорт, за всякие академические, академическую выслугу и так далее, поэтому, как бы, если вы нацелены, можно собрать довольно большую сумму и жить на нее, мне кажется, отопливающе. Ну, конечно, для этого нужно работать. Конкурирует ли, да, это вопрос по поводу приема иностранных граждан. Конкурирует ли олимпиадники, занявший призовые места с теми, кто набрал высокие баллы? Вы знаете, я бы не сказал, что конкуренция есть, все-таки количество, если вернуться к слайду, у всех будет, естественно, презентация, она будет разослана, там видно, что количество принятых, так называется, квотный прием на бюджетные места, оно довольно большое. На самом деле, конкуренция какая? Олимпиадники будут зачислены, кто занял призовые места, и они занимают не так много мест, поверьте мне. То есть, на самом деле, конкуренции не происходит, мест после зачисления олимпиадников вполне достаточно, и если у вас потестировали очень высокие баллы, ну, балл должен быть действительно ближе, ну, то есть, за 95, скажем так, то есть, это должны быть очень высокие баллы, тогда будет принято. Сколько баллов можно получить при этом ЕГЭ? Опять-таки, лучше посмотреть, выставериться, по-моему, 5. Вот так я хочу назвать. Максимум 10, именно вы можете собрать из многих частей. Ну, и на золотую медаль. По-моему, 5. По-моему, так, надо посмотреть. Ждем еще ваших вопросов, если они у вас остались. Ну, они остались наверняка. А что значит этот светный знак? Значит, что мы здесь не будем. А, понятно, понятно. Так, это хороший вопрос. Насчет конкурса на одно место среди платников. Значит, смотрите, если вы посмотрите на сайт приемной комиссии, то вы увидите, что количество мест для платного приема в будущем году, 2020, составляет 140 мест, но правда на программу экономика и программу совместного бакавриата. Но совместный бакавриат это сравнительно маленькая программа и они зачисляют меньше пяти человек. То есть, на самом деле, из 140, реально 135, даже чуть больше, места приходится на поступающих на программу экономика. Вот если посмотреть прием этого года и особенно прием 2018 года, в 2018 году получилось так, что немножко даже неожиданно для руководителей программы количество желающих учиться на платных местах сильно возросло. То есть, были некие плановые места предоставлены, но количество заявлений все время росло и росло. и приемная комиссия согласовывалась с руководством программы и все время поднимала вот эти места. То есть, они-то просто добавлялись. То есть, фактически, получалось так, что люди, которые набирали достаточно много баллов по ЕГЭ, они все были зачислены на платные места. И такая же ситуация сложилась и в 2019 году. Правда, по сравнению с 2018 годом, стоимость программы выросла. Честно говоря, довольно-таки значительная. И поэтому количество заявлений несколько уменьшилось. Тем не менее, все-таки вот эти плановые показатели 135 человек мы набрали. Программа набрала. То есть, я бы не сказал, что там есть конкурс. В общем, если у вас достойные баллы, мы видели, там есть ограничения по баллам, конечно, все, которые поступали на программу, имели даже с неким запасом пока же несъявление. То есть, когда я проводил анализ, например, в этом году, у нас не было ни одного абитуриента, который бы набрал меньше 285 баллов. То есть, количество людей, которые были в диапазоне 885-300, оно было в меньшинстве человек. Почти все набрали 300 и выше. Они были все приняты на платную программу. Так, добрый вечер. Еще планируются вебинары? Ну, сейчас не могу сказать. Нет, но если интересно, есть еще вопросы, вы можете сейчас задать вопросы, потому что у нас времени еще целых полчаса передать. Но если будет очень много желающих, то, конечно, мы можем еще встретиться, не исключено. Какая стоимость платного обучения? Стоимость платного обучения для тех, кто был принят на первый курс, составляет 540 тысяч рублей в год. Скидки, скидок великое множество, самых разных. На слайде уже была информация, что если у вас много баллов по ЕГЭ, если у вас 340 и выше, вы получаете сразу 70% скидку, там некая шкала есть, выпускники лицея, распределенного лицея, там масса информации, это все запомнить невозможно, и на сайте приемной комиссии все эти скидки прописаны очень подробно. Возможно получить скидку совершенно велика, и кроме того, тут нет вопросов, но вопрос довольно интересный, как эти скидки сохраняются во время обучения. Ну что ж, надо учиться хорошо, и скидки сохраняются, по 70%, конечно. Научиться надо хорошо. Научиться надо хорошо. Более того, есть возможность вообще перейти на бюджетное место сплатного. Да, у меня есть. Да, это не единичный случай, это вполне реально, то есть нужно для сессии сдавать на высокие баллы, на отлично. Это зависит, по-моему, от того, сколько людей отчислились, дошли, сколько есть мест. проявляются свободные бюджетные места, и всегда получается так, когда люди пытаются к нам перевестись из других вузов и спрашивают, а нет ли у вас свободных бюджетных мест. Мы говорим, вы знаете, у нас есть очень хорошие платные студенты, которые ждут свои, то есть мы их интерес соблюдаем в первую очередь. А среди бесплатников какой конкурс на место? Вы знаете, вот сейчас про конкурс никто не говорит на самом деле. Это такая устаревшая конструкция, когда были вступительные экзамены в вузах. Сейчас это не используется, реально мы этим не оперируем. Сейчас проходной балл ваш. Ну да, тут просто, я думаю, есть это данные примерно, потому сколько из подающихся принимает в бюджет, но, наверное, у нас сейчас нет такой числа, но есть такая вещь, как зеленая волна, это в принципе... Ну, это уже механизм. Ну да, я имею в виду, что там сложно рассчитать на самом деле в итоге его конкурс был, потому что там... Дело в том, что, смотрите, у вас есть возможность подавать на много программ. Таким образом, что этот конкурс показывает? Смотрите, мы считаем количество заявлений, но человек подал в 5 мест, или даже больше, чем 5 мест, так можно. Значит, получается, что количество этих заявлений множится. Может быть, там есть какие-то запасные варианты, то есть, есть приоритеты. Человек хочет, ну, например, рассматривать нашу программу как запасной вариант, а есть другой вариант, да, и мы его вносим тоже в количество заявителей, а реально особого желания-то нет, может быть, статуре. То есть, поэтому от этого отказались. Им не из-за того, что можно подавать на много места, то есть, получается, как бы, конкурс увеличивается искусственным образом, практически, да? Но в целом конкурс довольно большой, мне кажется, в этом основном вопрос, конкурс есть на бюджетные места, конечно, и нужны... Иначе бы не было такого проходного балла. Да, и поэтому высокие проходные баллы. Да, проходные баллы рассчитывают исключительно из данных конкретного потока, конкретного года, поэтому, как бы, да, о конкурсе можно, в принципе, не говорить, балл, все показывает. Балл показывает, да. Все четко и понятно. Спасибо, Григорий. Спасибо. Спасибо. Это нет вопросов вот в той секции сегодня? Нет ничего. Ждем еще. Ждем еще. Пусть не пишут плюсики, кто пишет вопросы, их надо подождать. Нет, мы ждем, конечно. Я, если у вас есть вопросы, вы их пока почему-то не задаете, напишите нам, что вы хотите их задать, и мы вас тогда будем ждать. Спасибо, Ирина, что вам понравился вебинар. Но он еще не завершен. Можно что-то еще спросить. Ну, ждем еще. Я думаю, если люди, наверное, писать плюсики для чего? Будут ли задавать вопросы еще? Кого подождать просто? Пусть плюсик достанет в чате. Да, это хороший вопрос, Вера Ли. Сколько баллов по ЕГЭ надо набрать, чтобы участвовать в конкурсе на бюджет? Смотрите, значит, у нас в этом году проходной был 375 баллов. В прошлом году, в 2018 году, он был 369, по-моему, так. То есть он вырос даже. Но, правда, есть такое мнение у моих коллег, что средний балл по ЕГЭ, по математике, вообще по стране, он тоже вырос. Чем это связано, трудно сказать, но это явно, конечно, сложилось. Ну, то есть примерно 370, вот несколько лет подряд было примерно плюс-минус 2 балла проходных. Но, смотрите, значит, трудно предсказать, да? То есть получается, что все-таки, вот, например, увеличение на 6 баллов, 369, по-моему, 75, оно, например, все-таки для нас было несколько неожиданным. Вот. Вот такой ориентир. То есть если вы их не набираете, то вы поступаете на платное место. Ну, или ищите какую-то другую программу, где ниже проходной балл. Так, уточните, пожалуйста, для поступления рассматривается только... Нет, конечно, нет. В плане экзаменов нет, конечно, нет. Есть баллы за индивидуальные достижения, которых вы можете максимально 10 набрать. Но экзаменов нет. Экзаменов нет. Только ЕГЭ. Нет, есть тестируем для иностранных граждан, но это отдельная история, конечно. Да. Если вы гражданин России, издающий ЕГЭ, то только ЕГЭ. Ну вот, зеленая волна. Но это техника зачисления. Ну, это в каждом году есть... Ну, примерно 3 августа, значит, закрывается 80% бюджетных мест, например. Да, и есть лист ожидания. Остальные 20 чуть позже. То есть, если люди, например, отказываются от своего бюджетного места, или вот они, как мы говорили, уходят на другую программу и подавали на... Сейчас этому не надо придавать большого значения, это вы все узнаете... Когда будет подавать. Когда будет подавать. Да, буквально все детали как-то происходят. Ну, смотрите, значит, сертификаты других университетов. Ну, нет, мы принимаем по ЕГЭ. Если вы... Правда, на ноги закабила, я не знаю, вы российская или иностранная гражданка. Этого мы с вами не знаем. Если иностранная гражданка, вы можете поступать по тестированию. Но тестирование состоит из тестирования по математике, по русскому языку. Сам сертификат ELSE, он, конечно, ценности имеет несомненную. То есть, когда вы уже поступаете, вы, например, если у вас высокий балл... Да, дело в том, что при том, что мы очень большое внимание уделяем изучению английского языка, и в основном это в такой форме курсы преподаются на английском языке. Вот, например, на втором курсе микроэкономика, да, преподается на английском языке. Вот, для всех студентов. То есть, считается, что даже если ваше знание английского языка не очень хорошее, в течение первого курса вы должны серьезно улучшить, чтобы понимать лекции, чтобы можно было общаться, например, со студентами иностранцами, которые приезжают в программе академической мобильности и так далее. То есть, IELTS в этом вам поможет. То есть, IELTS демонстрирует, что у вас уже знание есть довольно хорошее английского языка, и вам, например, не обязательно посещать все занятия. Да, если я не ошибаюсь, можно зачесть IELTS как оценку за экзамен. Да, оценку за экзамен в июне вы можете зачесть оценку за IELTS. Но на поступление это никак не влияет, скорее уже на обучение. Да, на обучение Илье. Так, IELTS спрашивает про военную кафедру. Так, интересно. Значит, военная кафедра. По заявлению, естественно, по заявлению рассматривается военная кафедра решает. Она принимает решение. Она смотрит успеваемость. Вот. По результатам завершен первый курс. Так. Ну, и есть некие спортивные нормативы, которые надо тоже пройти, чтобы показать как бы свою готовность физическую. После чего военная кафедра принимает решение за 4 дня на 2 студента. Ну, я должен сказать, есть некий конкурс на военную кафедру. То есть к ним попасть не очень просто. Я могу немножечко вклиниться, потому что у меня много друзей на военной кафедре. Там есть разное количество лет, которые вы обучаетесь на военной кафедре. И от этого зависит сложность поступления. То есть чем больше лет... Какие варианты? Можно стать рядовым, можно стать сержантом или даже офицером. Да, и как бы каждое звание, оно предполагает какое-то определенное количество лет, проведенное на военной кафедре. Естественно, офицеры учатся дольше всего. Да, потому что некоторые ребята мои знакомые до сих пор вот на 4 курсе ходят на военную кафедру, в которой вот у них будет офицерское звание в итоге. Да, причем сразу после защиты ВКР они уедут в лагеря, между прочим. Да, они уедут на месяц куда-то там на практику военную. Ну, скажем так, по-граждански. То есть зачисление на эту кафедру, оно еще варьируется от того, куда вы поступаете, на какое звание. Я не очень разбираюсь в униенных званиях, но чем лучше, тем дольше вы там мучаетесь. Либо сержантом, либо лейтенантом, то есть это офицерское звание. Да, но и тем меньше конкурс, я имею в виду, что все хотят побыстрее закончить, тем дольше, поэтому тоже это варьируется. Ждем еще вопросов. Ага, так. Если студент защитного военного конкурса, то можно участвовать в программах по венам? Хороший вопрос. Ну, либо-либо. Понимаете, что я могу сказать? Если человек учится на сержанта, то его, как сказала Катя, военная практика, она проходит летом после третьего курса. То есть есть возможность поехать по мобильности молодому человеку на четвертом курсе. Вот так. Но вообще, я смотрю, что те молодые люди, кто едут по мобильности, ну, они вот многие не на военной кафедре, скажем так. Некоторые даже уходят с военной кафедры, чтобы поехать на обмен. Чтобы поехать, есть такие. Такие случаи есть. Ну, тут мы не будем выдавать оценки. Мы абсолютно не будем выдавать оценки, да. Такие случаи есть. Такие случаи бывают. Ну, они довольно редки на сцене. Ну, да. Вы знаете такой случай конкретного смысла? Знаю. Знакомились. Как-то у меня прошло, наверное, вообще. Упс. Да, не-не-не, все нормально. Ну, в общем, да. На четвертом курсе можно поехать. Да, да, да. Ну, и плюс конкурс на четвертый курс, мне кажется, он… Ну, я не скажу, что он минимальный, да, но он ниже, чем на третий курс точно. И может быть такой же, как на второй, ну, и там, может быть, тоже ниже, потому что уже все, как бы, собирались там писать диплом. Как-то некоторые не хотят лежать. Поэтому, как бы, если вы планируете на четвертом курсе поехать после военной кафедры, мне кажется, это будет даже проще. Чем на втором или третьем курсе. У меня есть знакомые такие, которые после военной кафедры вот сейчас. Когда сейчас сейчас. Да, время. Вдруг. Угу. 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 Ждем ваши вопросы. Угу. а что вы понимаете под вступительные собеседования разочисляет по результатам егэ какие-то специальные дополнительные мероприятий типа собеседования не проводится или в чем другой миле это просто объяснить пожалуйста григорий нет 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 только егэ или результат олимпиад если вы видели призер то очень важно никаких дополнительных испытаний ну общежитий много разных в основном это одинцово конечно основное общежитие это близко тоже вот учебный корпус наш где мы сейчас откуда мы идем трансляцию вот это покровский бульвар дом 11 это совершенно новый комплекс реконструированный мы его очень долго ждали мы долго ждали мы планировали переезжать перевес откладывался наконец-то свершилось ну и я не знаю как катя мне очень нравится космос хорошее слово очень просторно вот это слово атриум и всех три атриума то есть под стеклянной крышей вот и я думаю что московская непогода наступает тени сезона совершенно здесь не подсказываться на самочувствие тут можно тем более библиотека работает круглые сутки вообще можно отсюда не выходить вот единственное если бы еще было продуманное спальные места тогда бы жизнь проходила бы здесь но если вам очень интересно на сайте вышки есть 3d онлайн тур по покровке по всему корпусу можно погулять посмотреть как google street view все увидеть собственными глазами ну единственно что как добираться у нас нет станции метро что было совсем близко вот есть три станции метро на них там удаление вот китай-город курска и чекаловская и чистые пруды но ничего ну там курска примерно 8-10 минут идти пешком это зависит от скорости вы конечно время это обучение лицеем ну есть некое преимущество мы знаем что есть например на платное место там есть спектр на обучение в этом смысле конечно преимущество при поступлении посмотреть что написано правил приема если не ошибаюсь просто улице есть свой как рейтинг и там какие-то топ там нет нет но мы уже принимаем либо по олимпиаду по егэ так льготы наступает если человек поступают на платные места с точки зрения оплаты она довольно ощутимая да но вы должны хорошо егэ сдать лицей Или успешно участвовать в олимпиадах. Например, высшая проба. Как можно сказать, что она поступила по высшей пробы в свое время? Чтобы подтвердить свое право на вступление на бюджет. И в принципе, да, очень много разных олимпиад есть, которые дают БВИ и скидки, полные баллы к приметам. Но это лучше на сайте посмотреть. Там весь перечень и описание каждой. Много дисциплина в центрах в библиотеках. Ну, смотрите, до этого я училась три года на Шаболовке. И там у нас со второго года открыли библиотеку. А до этого у нас как бы не было прям в университете такого пространства, где можно было прям сесть и целенаправленно позаниматься. Поэтому как бы у нас какая-то такая была культура, что мы сидели в кафе, как-то, в общем, год или занимались в других местах. Но сейчас, мне кажется, очень большое количество людей переключевало в нашу большую библиотеку, здесь на Покровку. И это даже не только про студентов, которые здесь учатся, то есть факультет экономических наук и ФКН. Просто люди со всей вышки приезжают на Покровку сидеть в библиотеке, потому что это удобно, просторно и так далее. И по поводу количества людей, ну, мне кажется, в любое время, если вы зайдете с 9 утра до, наверное, 11 вечера, вы там найдете людей достаточное количество. Но, в принципе, такая она уже большая, как бы проблем с местом и с поиском места нет. Но, да, я думаю, с этого года особенно будет много времени проведено в библиотеках. Но это как бы не единственное место, где можно заниматься. У нас тут есть каворкинги, какие-то просто открытые площадки, вот как в Атриуме, просто лавочки такие, где можно сидеть с ноутбуком, заниматься, работать. В принципе, очень много мест, кроме библиотеки, где это можно делать. Но в библиотеке тоже удобно, зарядки, розетки, пауэрбэнки, все есть, лампы, настольные, ну и книжки, понятное дело. Очень удобно, удобнее, чем в кафешках. Вторая смена смешно. В школе бывает. Да, по вечерам. Учиться по субботам, конечно. Значит, вторая смена. Мы начинаем в 9 учиться, и наши пары продолжаются. Но я скажу так, что в 6 вечера, как правило, пары заканчиваются. Очень редко, когда после 6. Бывает такое, конечно. Достаточно редко. Но вы не думаете, что это как бы с 9 до 6 нон-стоп? То есть, просто первая... Там есть окна. Да, есть окна. Первая пара, там 6 до 9. Но, второе, это сложно сказать за весь факультет, потому что это зависит от курсов, которые у человека выбраны. От курса по выбору, от обязательных, от года обучения. То есть, как бы, нет никакой динамики, например, как там первый курс учится в первую смену, второй курсу в вторую. Там такого нет, конечно. Это все индивидуально от курса зависит. И по субботам, да, учимся иногда. Это тоже зависит от курса. Иногда, там, не знаю, мы не учимся в среду или в четверг, или когда военная кафедра целый день. Ну да, девочкам хорошо. Да, у нас выходной. У них свободный день. Но не выходной, конечно, сама приходится учиться. Ну нет, когда военная кафедра... Не самостоятельно занять, извините. Да, не нужно ходить в университет. Сколько в обычную сессию сдаются зачетов и экзаменов? Значит, смотрите, первый момент. У нас нет зачетов, у нас только экзамены. Либо методов. Да, но это контрольные. Ну да. Да, либо экзамены, либо контрольные. Сколько их? Их может быть достаточно много. Смотрите, у нас же модульная система. Первый, второй, тричерный модуль. После каждого модуля есть неделя для сдачи контрольных. Есть экзамены. Все в письменном виде. Ну как, вот надо уложиться, например, в зимние сессии. Начнется 23-го и закончится 30-го. То есть реально одна неделя. Часто бывает так, что у вас нет отдельного дня на подготовку. То есть у вас каждый день какое-то мероприятие есть. Особенно это характерно для июня, конечно. Июньская сессия такая самая напряженная. Но там дается больше времени. Мне просто кажется, что важно отметить, что в вышке система вообще оценки курсов немного не такая, как, например, в МГУ или в других вузах, которые раньше была. То есть нет зачетов экзаменов, у вас всегда есть формула оценки, в которой написано, сколько у вас будет форм контроля. То есть будет ли у вас, например, экзамен. Потому что есть такие курсы, например, в котором будет две большие контрольные, и экзамена нет, например. Или, например, не будет контрольный, и экзамен будет весить очень много от оценки, например, 60%. Но это всегда прописано по формуле оценки за курс. Да, в программе курса. И, в принципе, часто бывает, что, например, и на сессии осенью, и на сессии зимой очень много контрольных экзаменов. Бывает так, что, например, во втором семестре на весенней сессии не так много контрольных, зато очень много в июне. То есть это тоже зависит от курсов, которые у вас есть. Но как таковых зачетов и допусков к экзамену нет у нас. Нет такого. Про профильная математика вопрос. Конечно, профильная, а какая же иначе? Да, профильная. Какая еще может быть? У нас много математики. Или мы все профильные даем? Ну, лекции можно посещать. Но только смотрите, лекции читаются сразу, ну как, например, сейчас на первом курсе у нас 400 человек, да? А в аудитории садится 210. Столько-то мест в аудитории. Поэтому они делятся на потоке. У вас есть расписание, в каком потоке вы занимаетесь. Вы выходите как раз со своим потоком, но если вам это по каким-то причинам неудобно, вы можете ходить в другое время, конечно. То есть здесь есть полная свобода. А сложнее, конечно, с переходом из группы в группу, понятное дело. Из семинаров. Да, из семинаров. То есть это довольно сложно. То есть мы не можем допустить переполнение, когда людей полно аудитории. Стандартный размер группы 30 человек. Иногда бывает меньше. Больше 30 не бывает никогда. То есть если вы хотите ходить к другому семинаристу, то тут проблема есть. Потому что там уже есть 30 студентов, скорее всего. Поэтому мы это очень отслеживаем. Но в принципе, я думаю, всегда можно что-нибудь придумать. Если какая-то критическая ситуация, то надо решать в индивидуальном вопросе. Но тем более, если человек заболел, то там это отдельная история. Нет, мы это разрешаем. То есть в принципе у нас практика такая, что мы стараемся меньше запрещать. Меньше, да. И больше разрешать. Сейчас что-то не запрещено. Да, да, да. У нас такая политика. Вот честная девушка написала из университета Падуа. Это наша студентка, Рита. Она хотела писать ВТР под руководством итальянского профессора. Она там? У нас, она да, университет Пады. У нас есть такая опция. Но важно подстраховать, потому что она же там до Нового года. Ну, в крайнем случае до января. Она же возвращается здесь, а профессор остается там. И у нас есть куратор свой. Мы нашли куратора в департаменте прикладной экономики, который согласился... Подхватить. Да, поэтому, получается, есть профессор в научной работе, еще есть куратор в составляющей школе экономики. То есть, видите, все возможно. У нас, наверное, последние пять минут остаются. Так что ждем последних вопросов. Будем завершать. Да, и будем уже заканчивать. И вам спасибо, что вы задавали очень хорошие вопросы. Спасибо вам. Спасибо, Нарис. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует... Продолжение следует...